Уже много лет Вячеслав Александрович живет в селе Тосей, подальше от городской суеты. Ведет крестьянский образ жизни и всегда рад гостям. Вот и сегодня он принимает друзей из Америки. Среди них и пианист Том Диккенсон, член организации «Сибирские мосты». Уже в 14-й раз он приезжает в Забайкалье. С Вячеславом Вьеновым он познакомился 4 года назад. Наш писатель оказался очень близок ему по духу. В 2014 году мы организовали первый туристический маршрут в Забайкалье для американцев. Частью программы было посещение дома писателя Вячеслава Вьенова. И все было очень замечательно, тепло и душевно. Его стихи относятся к тем произведениям, которые мне нравятся. И их я понимаю, я могу читать только в переводе. Мне нравятся темы, слова простые, метафоры. Все это мне понятно. Как всегда, Вячеслав Александрович хлебосольно встретил американских гостей. И подготовил для них своеобразную крестьянскую развлекательную программу. Сначала они учились косить траву, затем стрелять по мишеням, ну и, конечно, колоть дрова. Их бы ко мне сюда отправить на месяц, я бы их научил в снегу спать без спальника, без гостра и без палатки. Не о какой политике, конечно, мы не говорили, потому что политика нас разъединяет. А то, что мы делаем, работаем, наше творчество, музыка, поэзия, стихи, литература нас объединяет. Не обошлось и без чтения стихов поэта на русском и английском языках. Чак Ричи преподает русский язык уже 40 лет. Он знакомит с творчеством забайкальского писателя своих сограждан, переводит его стихи. Когда я читал его стихотворение, сначала я заметил, что у него особенное отношение к земле, потому что он работает здесь, в деревне и так далее. Но также чувствовал, что есть не только эмоции, я воспринял его поэтом народом. В этом году Вячеслав Вьюнов снова претендует на получение литературной премии имени Михаила Вишнякова. Ранее он уже становился победителем престижного конкурса среди забайкальских авторов. Юлия Тимошенко. Время новостей.